Здравствуйте, уважаемые слушатели канала Процветок. Я Сергей Верещак, научный сотрудник Академии наук Беларуси. Сегодня я расскажу вам, какие продукты питания на праздничном новогоднем столе могут быть небезопасны для здоровья, либо вызывать его ухудшение из-за чрезмерного употребления или неправильного сочетания. Продукты питания, пища должна быть свежая, приготовлена в домашних условиях, либо в тех местах, которые вызывают доверие. Жареные продукты могут содержать нежелательные вещества, такие как бензопирен, нитрозамины, возникающие при перегреве продуктов, при перегреве мясных изделий, содержащих много жира. Также нежелательно чрезмерное употребление копченой еды, шашлыков, так как смолы, выделяющиеся при сгорании древесных опилок или стружек, также не полезны для здоровья. Это даже подтверждается тем, что копченые продукты дольше хранятся, так как в них не развиваются микроорганизмы. Они содержат вещества, ингибирующие. Рост микроорганизмов, соответственно, не очень полезны для человека. Поэтому их употребление, хотя они и вкусные, нужно в их употреблении соблюдать меру. Пища не должна быть чрезмерно жирной, чрезмерно соленой, либо сладкой. Продукты питания должны быть не аллергенными, так как такая категория людей, как аллергики или другие страдающие какими-то пищевыми расстройствами, должны соблюдать правила диеты, исключать из рациона орехи, глютен, другие компоненты, которые могут нанести вред здоровью. Праздничный новогодний стол представляет собой самое разнообразие блюд, закусок, различных салатов. И для сторонников раздельного питания он, наверное, как красная тряпка для быка. Так как основной принцип этой теории – не смешивать растительную и белковую пищу. Я этой теории придерживаюсь только отчасти. Я считаю, что если питаться и растительной и животной пищей, но в меру, то она не вызывает сильного вреда для организма. Теперь я расскажу о некоторых категориях продуктов питания, которые могут встречаться на праздничном столе, и какие они могут вызывать нежелательные эффекты. Первая смена блюд за праздничным застольем – это салаты, закуски, из морепродуктов, из растительных салатов, оливье. Какая может быть микробиологическая опасность данной категории пищи? Опасность в том, что они мелко нарезаны и обычно делаются вручную человеком. И это приводит к возникновению благоприятной среды для развития микроорганизмов. Они быстро облегают эти кусочки, нарезанные салатов, быстро развиваются. Как правило, в продуктах, которые свежеотварные, либо свежепорезанные, содержится несколько сотен микроорганизмов на 1 грамм. Но в благоприятных условиях, при высокой температуре и богатой питательной среде, их количество удваивается в течение от 20 минут до 2 часов. Количество микроорганизмов растет в геометрической прогрессии. Поэтому свежеприготовленные салаты желательно сразу же охлаждать и хранить в холодильнике до употребления. И на стол их необходимо выкладывать перед самым началом застолья, не оставлять в теплом месте. Также такие салаты, как приготовленные из морепродуктов, из моллюсков, могут содержать специфические яды моллюсков – фикотоксины. Они содержатся в водорослях, которыми потом питаются моллюски и сохраняются в их биомассе. Фикотоксины достаточно опасны, они строго нормируются в санпинах, и в принципе там не должны находиться. Однако бывают случаи, когда случайно туда попадают. Эффект фикотоксинов, ядов моллюсков, проявляется достаточно быстро. В течение нескольких десятков минут вы почувствуете беспокойство, головную боль, может даже измениться зрение. И процедуры, они должны быть оказаны быстро. Есть минимальный набор мероприятий по детоксикации, ну а также вызвать врачебную помощь. Растительные салаты, оливье, какие-то солянки, они обычно готовятся в домашних условиях. И, как я уже говорил выше, опасность только по микробиологическим показателям может быть. Поэтому своевременно употребляйте их, не храните в теплом месте, храните на холоде, в холодильнике. Теперь расскажу о втором блюде условном. Это нарезки, рулетики, разносолы, копчения, которые идут следующей сменой блюд. Нарезки обычно это копченые колбасы, сырокопченые, либо сыровяленые. Разносолы это какие-то консервированные могут быть продукты. Шашлыки. Основное правило не злоупотреблять такими продуктами. Чрезмерно много не кушать. Часто на праздничном новогоднем столе используются продукты из домашней консервации. Это и грибы маринованные, какие-то маринованные огурцы, перец, овощи. Основная опасность, опять же остановлюсь на микробиологической. Маринованные грибы очень часто могут подвергаться воздействию ботулинистической палочки, кластридиум ботулину. Она развивается в данных продуктах при низких значениях кислотности среды, при низкой pH. Поэтому вы, наверное, часто замечали, что маринованные грибы, консервированные, которые подаются в магазине, очень кислые на вкус. Производители подстраховываются и добавляют туда уксусную или подругую органическую кислоту в достаточном количестве, которое не даст развиваться данному патогену. В домашних условиях достичь условий стерильности достаточно сложно, так как у нас нет промышленного оборудования, паровых стерилизаторов, так называемых автоклавов. Поэтому обычно продукция, которая консервируется или маринуется в домашних условиях, она подвергается пастеризации, при которой погибает вегетативная форма микроорганизмов, а споровые формы, к которым относятся к ластридиум ботулином, остаются жизнеспособны. Впоследствии этот микроорганизм прорастает и выделяет в среду, в которой живет ботулинистический токсин. По опасности он, наверное, занимает первое место среди продуктов питания, среди токсинов продуктов питания. Эффект от него тоже очень быстро возникает, поэтому также берегите себя, относитесь осторожно к потреблению домашней консервации, возможности приобретайте промышленного изготовления и соблюдайте рецепты при приготовлении в домашних условиях консервированных грибов или консервированного мяса, консервированных овощей. Должен отметить, что в консервах либо маринадах промышленного производства тоже могут быть неблагоприятные для организма вещества. Часто производитель использует сорбиновые или бензойные кислоты как очень эффективные консерванты данной продукции, при которой практически полностью блокируется развитие микроорганизмов, не происходит микробиологической порчи продуктов. В принципе, сорбиновая и бензойная кислоты – это природные вещества. Они содержатся в большом количестве брусники, в клюкве, поэтому данные ягоды долго сохраняются и не портятся. Однако следует учесть, что те концентрации, которые может использовать производитель, они достаточно высокие. И в нормальных условиях человек не съест за один раз, скажем, килограмм или два килограмма клюквы. Однако, если содержится много сорбинки или бензойной кислоты в этих маринадах, также нам добавляются некоторые напитки, то, выпив литр дюшеса или буратино, мы практически получим ту дозу, которую получили, съев несколько килограмм клюквы. Поэтому эти консерванты где-то нормируются в продуктах питания, где-то вообще запрещены к применению. Остановлюсь на рыбных продуктах, таких как изделия из кумбрии, сельди, красной рыбы. Основной опасный фактор, который может образовываться в данных видах продукции, это гистамин. Дело в том, что рыбы семейства сельдевых, а также лососевых, содержат такой белок, как гистидин. При долгом хранении в теплых условиях микроорганизмы превращают этот гистидин в гистамин, биогенный амин. И продукты питания становятся небезопасными для здоровья. Все слышали про такие вещества, как антигистаминные средства. Это классические антиаллергенные лекарства. Гистамин – это фактор аллергического ответа организма. И при поступлении в пищу экзогенного гистамина, то есть съеденного с рыбой, он вызывает те же самые эффекты, которые у аллергиков возникают при аллергической реакции. Покраснение кожи, зуд, сыпь. Гистамин армируется в рыбной продукции. Его не должно быть больше 100 мг на кг продукта. Однако, это очень устойчивое вещество распадается при высокой термической обработке. Может сохраняться в консервах. Поэтому рыба, которую вы покупаете, должна внушать доверие, не казаться подпорченной, либо долго хранящейся. С осторожностью покупайте скумбрию, красную рыбу. Она должна быть свежей. Если приготовлена, то у крупных производителей, ну и тех, которые хорошо себя зарекомендовали. Горячее блюдо, пожалуй, самое безопасное из всех продуктов питания на праздничном новогоднем столе. Картофельное пюре в качестве гарнира, свиная или куриная отбивная вряд ли нанесут вам вред при условии их умеренного потребления. Единственное, остановлюсь на домашнем приготовлении отбивных, когда отбивная обмакивается в болтушку из молока вместе с яйцом. Постарайтесь использовать только свежеприготовленную болтушку, так как данная среда является благоприятной для развития стафилококка. Он часто попадает, он может попадать с рук, может попадать с поверхностей. И развиваясь в смеси молока с яйцом, накапливается стафилококковый энтеротоксин. Потом при термической обработке сам стафилококк погибает, однако его энтеротоксин термоустойчивый. И такие отбивные могут приводить к нежелательным пищевым отравлениям. Они достаточно быстро проходят, но мы же не хотим отравиться под самый Новый год. Теперь остановимся на украшении праздничного новогоднего стола. Это различные кондитерские изделия. Торты, печенье, пирожные. Я сторонник классических рецептов, в которых используются натуральные ингредиенты. Такие как сливочное масло, какао-порошок, мука, натуральные разрыхлители. Однако современная кондитерская промышленность находит много заменителей, которые удешевляют продукцию, упрощают ее изготовление. Часто используются растительные гидрогенизированные масла, пальмовое масло. Они, конечно, более диетические, но вместе с тем ухудшают и вкус таких кондитерских изделий кулинарных, а также пальмовое масло небезопасно для здоровья. Поэтому либо изготавливайте сами сладости и печенье, либо покупайте у тех производителей, которым доверяете, продукты которых вам понравились. Также немного скажу про печень трески и красную икру. Если раньше и печень трески, и красная икра изготавливались сразу же на месте добычи этой рыбы, то в данный момент обычно изготавливается из перимонороженного сырья. Такая икра и печень, она где-то в 2-3 раза дешевле классической, однако может обладать неприятным горьким вкусом, неприятной консистенцией. Также печень трески не рекомендуется употреблять в слишком больших количествах, так как в ней содержится много витамина Т, а он достаточно серьезное вещество, хотя и витамин, но в больших количествах может быть опасен для здоровья. Скажем, печень тюлени или белых медведей местные жители аборигены пищу не употребляют на Крайнем Севере. В заключение хочу сказать, что берегите себя, употребляйте пищевые продукты в меру, за праздничным столом рассчитывайте свои силы. Надеюсь, что праздник пройдет без недомогания, легко и счастливо. Всего хорошего, до свидания, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Процветок.